84 миллиона киловатт-гадин. Годовый объем в працовке Гродзинской гидроэлектростанции экономит 28 тысяч тонн умолного палева и 21 миллиона метров кубичных газов. Экономичный эффект деятельности станции, как кажется, подтверждая практика. У свой час ГЭС на Немане стала первой подобной в Беларуси и отримала статус пилотного проекта для энергосистемы краины. Все ряда станции уже 10 год. За этот час было выпрацовано амаль 800 миллионов киловатт-гадин электроэнергии, что целиком подтвердило разлики, які закладывались на старте будовництва. Отметка 102 метра, верхний бьев. Вода по проточной части протекает в нижний бьев, попадает, при этом вращает лопасти турбины. Турбина вращается со скоростью 147 оборотов в минуту. Посредством мультипликатора частота вращения передаётся на генератор уже 3000 оборотов в минуту. И таким образом выработка электроэнергии осуществляется. Так, спрощена, можно описать процесс, коли энергия воды покарается человеку и машине и первого сабляется у электричную. На данный час для работников Гродзенская ГЭС ГЭТа целиком звычайный процесс, який може ожидаюляться як автоматично, так и под наглядом у сего двух человеку змину – машиниста и начальника. На следующий день у нас в работе находятся два агрегата – Г4 и Г5 по 2300 киловатт каждая. Общая мощность станции у нас составляет 4650 киловатт в час. Станция уникальна в том виде, что мы не регулируем источник энергии, то есть мы под него подстраиваемся. То есть газ каким-то образом можно, грубо говоря, отключил кран и станция не работает. Здесь как бы работа станции нацелена на максимальную выработку электроэнергии. То есть вся вода, которая пройдёт в холостую – это упущенная выгода, упущенные деньги, которые протекли мимо нас, грубо говоря, прошли мимо нас. 84 миллиона киловатт гадзин – такий годовый объём выпрацовки Гродзенской ГЭС, что соотносно 28 тысячам тонн умолного палева ті 21 миллиону метров кубишны ваза. До слова, за час работы станции подлечили, что годовая выпрацовка можа забеспешись электричностью такий район як Шчушенскі, ті Бераставицкі і Свисласкі разом. У свой час ГЭС на Нёмыне стваралася як пилотный проект для беларускай энергосистемы. Прас 10 год можна зупеўненась ўказаць, што станция цалкам сябе опраудала, і больштаго з ЯЕ пачалася айчынная гідроэнергетика. После реалізація этого проекта ўже мы дали старт развецію гідроэнергетики в Республіке Беларусь. Вы знаете, што сегодня имеются ещё две станции средней мощности в Республіке Беларусь. Это Полоцкая ГЭС, это Витебская ГЭС. Именно исходя из того, какие результаты были получены здесь, на Гролинской ГЭС, і привело принятое решение о дальнейшем развиті гідроэнергетики в Республіке Беларусь. Гэтым часам ГЭС перажывай свой першы плановый рамонт. Для энергетико прынёмыня гэта таксама новы этап. Такім шынам прас 10 год гроднаэнерге застаецца піонером гэтага на прамку. А вось ў калех ўсё на перадзе. В 2021 году выполнено ремонт первого гидроагрегата. Работа закончена, он находится в резерве, а в этом году мы начали работу, и сейчас в стадии выполнения работы гидроагрегата номер два. С периодичностью раз в 10 лет мы должны выполнять ремонт оборудования, и в следующем году пойдёт уже Г3, Г4 и потом Г5. То есть это плановая работа, которая запланирована. Это не является каким-то обстоятельством непреодолимой силы или каким-то форс-мажором. Гидроэнергетичный потенциал беларуских рек, свечыць в учёные, выкарастаны только на некалькі процэнтаў. А значыць ў сферы аднауляемых крыніц энергии ёсь, куды імкнуться. Накарыць выкарастанне моцы воды, кажыць, і наступная лічбы. Тэрмін службы гидротэхнічных збудаванне ў 100 год, абсталяванне 50, при терміні акупнасті ГЭС 25 год. При гэтым кошт прибораў гэта толькі 15 процэнтаў ад вартаці ўсёй ГЭС. А значыць праспаў века, замянівши механізмы і вузлы на новая, станція ўсё ішчы будзе выпрацуваць свае зяленые кілаваты энергії.